Ноль, 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 ноль. Вас прошу то же самое в тетради, только сделайте так, чтобы одно на другое не навязалось, а придется показывать, что стирать. Ноль, 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 один, один. Ноль, ноль, один и три, нуля. Ноль, ноль, один, ноль, один. Это не так много. Восемь штук. Отлично. Мне взять действительно восемь штук. Теперь надо написать ровно то же самое, только по вторую позицию надо везде написать единичку. Дальше будет столбец, где будет начинаться это на один ноль, и, наконец, будет еще столько же, тоже восемь штук, тех, что начинаются на один айтик. Вот теперь надо вписать, понятно, каждый раз. Я понимаю, что это довольно много, но, тем не менее, я хочу, чтобы вы видели, как это работает. Ребята, вообще, двоечная система – это очень просто, но важно, что называется, до конца понять эту идею, и тогда у вас очень многие вещи и программирования, и математики станут намного, намного более понятны. Итак, рассказываю, что у нас здесь происходит. Идут по возрастанию двоичные записи чисел. Я напишу некоторый принцип. Если у меня есть совершенно любая запись, какие-то подряд написанные нули и единички, А, В, С, Д, Е, то я вычисляю следующие два выражения. Одно выражение – это будет А плюс С плюс Е по модулю 2. А другое выражение – это будет В плюс Д по модулю 2. А вот теперь вопрос. С какого места зачеркивать две цифры? Заметьте, я буду зачеркивать две рядом стоящие цифры. Вариантов можно было бы много разных предложить. Я предлагаю такой. Вот когда у нас есть пять мест, то слева отсчитывая незачеркнутых, давайте так, у меня их будет столько. 2 умножить на В плюс Д мод 2 плюс А плюс С плюс Е мод 2. Это не то, до чего мы с тобой договаривались. Правда. Мы с тобой договаривались так, что если... Со сдвигом на единичку мы с тобой договаривались. Мы договаривались, что если у нас вот такая вот сумма получится равна единице, то надо, начиная с первой цифры. Ну, давайте я напишу вариант. Их всего 4 штуки. В плюс Д чётно. А, С и Е сумма тоже чётно. Итак, вот эта сумма чётная, эта сумма чётная. В таком случае, здесь и здесь нолик, в таком случае с нулевого места. Дальше. Если вот эта сумма чётна, здесь есть вариант, когда сумма не чётна, тогда одну цифру отшить... Шасимич, в точке над е. Да-да-да. Это, конечно, в точке над е это самое главное. Если здесь не чётно, в таком случае, а здесь чётно, то в таком случае мы здесь берём 2. И последний вариант. Нечётно-нечётно, нечётно-нечётно, мы, естественно, здесь берём 3. Обратите, пожалуйста, внимание. Когда у меня есть 5 позиций, то слева 0 позиций, это значит вот так, вот эти две. Одну позицию слева, это вот эти две. Две позиции, это вот ноль, вот это вот когда одна позиция слева. Две позиции, это вот так. И три позиции, это вот так. То есть все имеющиеся 4 варианта зачёркивания, здесь 4. Когда мы с корей договаривались о фокусе, то мы с ним договаривались так. Мы так хотели. На самом деле, наше желание по сути никак не отличается от этого. Для фокуса важно, чтобы здесь каким-то образом стояли числа, не важно в каком порядке, но важно, чтобы и фокусник, и ассистент одинаково понимали бы это. Если я это неправильно сделал, то фокусник уже не отложился.